А вот, читаем. Пекинский, Пекин University. Я когда-то только сюда приехал. Ты вообще не понял, куда-то деревню приехал. Я приезжаю, думаю, блин, ну как-то все уж слишком, смотрю на знание, думаю, как-то слишком английский уже. Это для авантюристов. Здесь написано не плавать. Заходим, ну как дома, да. Смотри, как принцесса, как королева, да. Нихао, дорогие друзья. Нет, мой френд, с компанией Мариади пока еще не в Китае, а продолжает рассказывать вам об учебе в Англии. К чему тогда такое приветствие? Хороший вопрос. А все потому, что вы смотрите вторую часть тура по бизнес-школе Пекинского университета в Оксфорде. Сегодня мы с вами подышим свежим воздухом во время прогулки по парку кампуса, а также заглянем в общежитие вуза. А наши экскурсоводы сегодня это сотрудники Китайского университета, а также русскоговорящие студенты Тая и Тимур. С ребятами, кстати, у нас есть отдельное интервью. Ссылки как на первую часть экскурсии, так и на беседу с молодыми людьми оставим в описании. А сейчас отправляемся в парк. Вот это, значит, наше место, где мы живем. Да, хорошо. Ну, поднимемся там. Я когда-то только сюда приехал, по дороге, пока на такси ехали, особо не видно дома. Ты вообще не понял, куда-то деревню приехали. Я приезжаю, думаю, блин, ну как-то все уж слишком, ну смотрю на знания, думаю, как-то слишком английскую. Когда он только приехал сюда, то подумал, что это за деревня такая, где университет, просто все такое маленькое. Это карикатурно английское, думаю. А потом походил по району, по местности, думаю, ну действительно, так все дома и выглядят. Весь район выглядит вот так вот. Ну это же антураж, это же классно. В традиционном английском стиле. Очень красиво здесь у нас. А вот, читаем. Текинский, Текин-юниверситет. Так, спускаемся в мыс. Девелями куда едут. Ничего страшного. Представляешь, Тим, здесь когда-то кто-то жил. Вау. Это был чей-то дом. Сложно представить, да, но на самом деле иногда есть такая вещь, что ты выходишь, просто видишь каких-то людей, которые уходят здесь. Горгули, видишь, да, из горгули. Какие-то людей, которые уходят здесь, и я вот с одним из них поговорил. Оказывается, здесь была раньше школа английского языка. И это человек, который был человек, да, ну уже, ну не в возрасте, но лет пятьдесят с чем-то, наверное, был. И он здесь долго преподавал, и, соответственно, под, ну это просто для него важное место, и он периодически сюда приезжает просто посмотреть, как здесь дела идут. А-а-а, вот оно что. А еще здесь был мужик с очень длинной бородой. Да? На Дамблдор очень похожий. Правда? Один в один я фотографию потом покажу. У него борода вот, наверное, посюда, седая борода. Ага. Вот, и я не знаю, никто с ним так и не заговорил, но было бы интересно знать, что это человек. Может быть, это привидение было? Он здесь гулял один раз. Ну, возможно, да. Тут вообще привидение есть, нет? Пока не встречали. Не встречали, нет? А ты живешь здесь, он кампус или в Оксфурде? Я живу здесь на кампусе, да. Вот они планируют построить здесь сейчас на 100 мест, может, да? А пока что у нас вот небольшой кампус, там нас 20 человек где-то живет. Вот, и... Ну, я просто успел, наверное, подправить. У вас индивидуальные комнаты, да? В основном, да, но вот несколько комнат, они совмещенные. То есть я живу там с еще одним человеком, но так просто дешевле получалось. Вот. Ну, в целом, в целом все отлично. То есть очень новый кампус. В семнадцатом году, по-моему, его построили. То есть я зашел, как-то так, вообще свежий, очень новый ремонт. Вот, очень рядом. В комнате, конечно. Да, вообще везде в целом, но и в комнате тоже. Да, я уже погулял, тоже оценил. Да, то есть после вот этих типовых accommodation в Шепелле, где я учился. Маленькие комнаты. Да, маленькие, они все одинаковые там. Ты как в вагоне в каком-то, да? Ну, то есть они, конечно, неплохие, но немножко красивее ощущаешь. Типовая такая же стройка. А здесь очень приятно. А вон белочка побежала, смотрите. Да, это может быть. Много. Что еще из живности есть? Что еще из живности есть? Пауки. Не знаю, как вы относитесь к паукам. Пауки – это здесь сезонное. В октябрь месяце по пауки, да. Понятно. Напомню, что на наших каналах сотни и сотни видео не только на самые разные темы, но и форматов. Это не только обзоры учебных заведений и специальностей, но и экскурсии, интервью, беседы, рейтинги и так далее. Также я уже дал ответы на популярные вопросы об особенностях, типах, стоимости школ, жизни детей за рубежом. Так что, если вы хотите перейти к нашему сотрудничеству с умом и осторожностью, в этом нет ничего преступного. Посмотрите наши видео, а уже потом оставляйте свою заявку на бесплатную консультацию. Все ссылки будут в описании. А пока обратно к нашей интересной экскурсии. Это тоже что-то для студентов? Одно из ваших мероприятий? Открытый огонь? Нет, я думаю, что мы просто сжигали некоторые деревья. Нужно провести мероприятие с маршмеллоу. Мы планируем сделать это в сентябре. Да? Да. Да, классно. Я вам сейчас покажу прикольную вещь. Надпись. Это для авантюристов. Здесь написано не плавать. На самом деле было интересно, потому что первый раз, когда я сюда пришел. Кто-то в здравом уме здесь будет плавать. Нужно быть очень и очень отважным человеком. А если студенты немного выпьют и спустятся сюда, чтобы поплавать? Да, это может быть. Я, когда первый раз сюда подходил, к этому озеру, то подумал, что, возможно, в последний день моей учебы я осмелюсь туда войти. А потом я увидел этот знак. Ты хотел плавать? Может быть. Можно туда запрыгнуть. Хорошо. Здесь очень мелко на данный момент. Но можно с той стороны? Да, на мой взгляд, можно. Что за плот плот такой? Это, наверное, Team Building Activity. Да, они вместе строили плот. Очень здорово. Хорошо. Возвращаемся. Перед тем, как мы перейдем к следующему блоку этого видео, я хотел бы напомнить, что компания «Моряди» находится всего в одном клике от вас. Мы поможем со всем, что касается поступления за границу, не ограничивая вас какими-то географическими рамками. Выбор учебного заведения, подготовка документов, общение с приемной комиссией и заветное поступление. Все это абсолютно бесплатно, профессионально и ответственно. Свяжитесь с нами. Все способы перечислены в описании. А пока обратно к ребятам. Так, мы зашли в студенческую общагу. Да, в общагу. Окей. Здесь у кого-то день рождения. Да, у меня был день рождения. Меня поздравляли. Вон, вся у нас есть такая большая день рождения. Да. Мы их уже управили. А, 50? Ты сейчас оставляешь свои ключи в двери? Ну да, я уже всем доверяю. Так, окей. Я тоже сниму, окей. Заходим. Ну как дома, да. Смотри, ты как принцесса, как королева, да? Войной комнате я сдвинула две кровати, чтобы мне было более комфортно. То есть ты не так спишь, не так, а вот так, да? Вот, вообще. Для полного комфорта сдвинула две кровати. Нет, классно, классно. Я тоже завесил это. Окей. Ну, душик вообще... Просторно? Очень просторно. Я был очень во многих университетских общежитиях. Обычно они в пять раз меньше. Мне просто повезло. А, повезло тебе. Есть и поменьше комнаты. У Тимура, например, он живет с рум-мейтом, и он не поменьше, чем у меня. Ага. Но они дают, да. Но все равно классно. Многие комнаты двухместные. Но двухместные комнаты дешевле. Есть еще трехместная комната. Да, да, я вам покажу. Окей. Нет, ну, душа, наша комната... Нет, все равно места много. Места достаточно много, да. Да. Ну, вот, в принципе, места туда хватает. А, что такое? А, это у нас коллоуин сегодня. Это вот у меня у товарища маска. Понятно, понял. Вот у нас две кровати стоят. Здесь можно позаниматься. А вот товарищ откуда? Ну, нет, товарищ из Пакистана. Из Пакистана. Нормально. Качается что там, да? А мы на двоих купили, да, потому что здесь пока что нет тренажерки. Да, ее только построят скоро. Ага. Вот, мы купили, но тренируемся немножко. Вот еще тоже эти штуки можно цеплять за дверь. Да, резистанс, я знаю. У меня есть такое даже классное. Не, все супер. Такой евролимон, прям как ты говорил. Все реально было отлично. И кухня. Кухня. Здесь можно пообедать. Здравствуйте. Кушайте. Доброе утро, друзья. Здесь у нас Винсент, он же Виктор. Харри и Сатиту. Понятно. Рад знакомству. И вы кушаете суп из брокколи? Нет, это гороховый суп. Гороховый? Сами приготовили. Правильное питание. Харри готовит лучше всех. Правда? Да, да. Гарри, я этого не знала. Он очень много готовит. Правда? Да. Хорошо. Рад знакомству с вами. И мы рады. Многонациональность является важной особенностью и одним из преимуществ пекинской бизнес-школы в Оксфорде. Общение с коллегами и преподавателями из разных стран позволяет студентам расширить кругозор и узнать больше о особенностях других культур. А это очень важный фактор успеха в современном глобальном бизнесе. Ну что же, по парку мы погуляли, в общежитие заглянули, а сейчас нам покажут еще одну жилую комнату, но уже для гостей вуза. Это комната для гостей. Завтра на ночь у нас остаются гости. Так красиво! Как вы сказали, можно остаться на выходные. У нас уже есть алкоголь на автопате. Да, здесь очень мило. Давайте посмотрим на вид. Вид тоже очень красивый. Жаклин, большое вам спасибо. Вы со мной так много времени провели. Мы очень рады. Мне очень понравился кампус. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, этому университету, этим ребятам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, включайте колокольчики. Всегда хотел бы сказать. Отлично! Молодец! Ты прямо... Стены идти! Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Вот что-то забыл сказать. Пока! До скорых встреч! Авторский канал Адиль Ермека. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTill. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube путешествует по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Видео, что такое мнение зад BERT и такиеND СОЛОЗЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok